Доброе утро, мои дорогие! Холодное, сырое, декабрьское утро. Маска носится. Какая летом была красота, да? А сейчас жуть прям. И холодно. Ой, вчера прям хохма была. Выскочил на улицу. Ну, я дверь закрыла, холодно же. Че его? А, ну вот видите, сколько градусов. Вот, я дверь закрыла. Я слышу какие-то крики, вопли кошачьи на улице. Я быстрее дверь открывать. А прошло, ну, прям три минуты, наверное. Два кота помоечных пришли. Ну, они же у меня рядом тут, они тут ходят. Шарахаются, ищут чего-нибудь. И с Маськой тут разборки начались. Ой, как он бежал домой. Я ему кричу, Мася, Мася. Бежит у него задние лапы, впереди головы пыли. Потом тёрся-тёрся об меня. Ой, я говорю, вот так вот гулять ребёнок выскочил самостоятельный. Ой, дети одинаковые. Что животные, что люди. Вот, хочу вам рассказать историю вот этого украшения. Ну, вернее, не историю украшения, а события с ним связанные. Это украшение я разыгрывала в прошлом году. Отправить сразу не смогла, потому что уехала в Мурманск. Отправила его весной. Оно вернулось ко мне. Его не получили. Ну, ладно, это уже не один раз было. Просто дело в том, что получается так. Так, я отправляю, плачу деньги, потом оно возвращается. И опять плачу деньги, чтобы его забрать. Ладно, я и думать о нём забыла. Потом уже, наверное, к осени ближе. Лена Баттл мне написала, что вот я не выслала украшения. Ага, смотрю, адрес знакомый. Это вот родина Деда Мороза нашего. Ладно, я его опять отправила. И оно опять вернулось ко мне. Нет, больше я отправлять не буду. Оно мне уже обошлось в тысячу рублей. Туда-обратно, вот эти катания. И вот несколько раз так было. Отправляешь, и всё это всегда связано с розыгрышами. Отправишь. Вот раза три или четыре такое было. И потом возвращается. Но это было уже давно. Это уже было, наверное, года два с половиной назад. А вот это, да, вот оно катается туда-сюда. Это винтаж. Это французская фирма. Ну, и не из дорогих, но... В общем, короче, остаётся оно у меня. Раз так дело происходит с ним. Вы прекрасно знаете, мои дорогие, что я вам всё отправляю. Ну, вот получается так иногда. О, день-то разгулялся. Вот так у нас вот ездит сначала музыка, потом машина появляется. Ну, прям погода. Надо пойти стирку, что ли, зарядить. Не сохнет вообще бельё на улице. Ну, ладно, приятно хоть солнышко. Уже хорошо. Надо мне в аптеку ехать, таблетки кончились. А прям не хочется. Я вот как займусь, сделаю какое-нибудь украшение. Мне прям, ну... Не хочется отрываться. Делаю такие украшения такое в стиле боха. Чё-то меня в последнее время потянуло. Ну, вообще люблю такие боха украшения. Вот делаю красные. Посмотрим, что получится. Ну, будут как длинные бусы, и внизу как типа галстучка. Вот. Так что делаю? Кот нагулялся, набегался, наелся, спит. Но, правда, умудрился перевернуть коробку, которую я делаю. Она сохнет у меня. Перевернул. Ну, он не может же спокойно. Ой, птичек, сколько полетело. Мяукает. Проснулся, что я вышла на улицу. Мяу-мяу. Так, ладно, наверное, пойду постирать. Загружу. Раз такая погода. А потом продолжу. Я, правда, ещё комментарии сегодня не читала. Девчонки, вы меня что-нибудь спрашиваете, что вам интересно? Я вам расскажу. Ой, мне вчера мой жилец закидывает удочку так. Ой, Любовь Николаевна, на Новый год-то надо, наверное, домой поехать. Я говорю, ты что, с ума сошёл? Я говорю, а кота я на кого оставлю? И он так хитро улыбаясь, ну, я уже его знаю, хитро улыбаясь, так и говорит. Ну, а тогда можно жена моя приедет с дочкой на Новый год? Я говорю, да, конечно, можно. Я говорю, ты что, что думаешь, я тебе скажу, что нельзя, что ли? Я говорю, и тебе весело будет. И дома под присмотром. Конечно, можно. Ну, ой, спасибо, тогда я пойду позвоню. Думаю, это жук. Решил проверить меня на вшивость. Конечно, пусть приезжает. Хоть посмотрю, что у него за жена, которая полтора года практически мужа не видит. Он ездил там буквально что-то на несколько дней два раза. Так что вот такие вот дела у нас. живем, не тужим. Все своим делом заняты. Дурью никто не мается. Все как должно быть. Что, мои хорошие, а я все занимаюсь жемчугами. Вот было такое украшение. Ну, что-то не фокусируешься. Вот. Украшение это с именем. Это французская 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 вот у нее значит LB V и R Ну, это, видимо, винтажное, потому что аж все проржавевшее уже. Вот. Я решила его восстановить. Вот здесь бусины просто уже обшарпанные все. Белый жемчуг нормально еще. А вот эти серые просто вообще никудышные. Вот. Я их решила переделать немножко и посадить их на тросик. Потому что как-то эти железки грубо смотрятся. Бусинки мелкие. Вот. И вот переделываю потихонечку. Вот. А так я уже сейчас вам покажу. сделала вот такое украшение. Вот. Мне завтра их все покажу на манекене. Вот такое вот тоже переделала. Это было Алинкино украшение ей когда-то Дмитрий Иванович подарил друг наш. Вот. Это тоже не просто так. Вот. Мэр, что ли, как-то читается. Не знаю, как. Вот. Тут прям такой. Но тоже история та же. Все бусинки были имитацией жемчуга. Все пообтерлись. А у меня вот был речной жемчуг такой. Я взяла поменяла его. Это я себе оставлю. Ну и вот это вот сделала с жемчуга. Хотела вот эту раковину сюда. Ну подумала, что и девочки мне писали. Я сама так подумала, что перебор уже. Слишком. Вот здесь в этом украшении вот это это все натуральный жемчуг. Вот. Только вот здесь на шее ненатуральный. Потому что у меня просто не хватило. ну ладно, покажу вам на манекене завтра. Сегодня уже темнеет, уже не до этого. Не видно будет ни шиша. как я люблю, когда ты вот такой лежишь такой. Жрал головы от креветок, намусорил вокруг. Вот надо теперь все это дело убирать, подбирать. Но довольный, наелся. Красота. А ты убирай, бабушка. Ну ладно, сейчас-то подберу, а полы мыть буду завтра. Сегодня уже не хочу, уже темнеет. Ну, лапуся, ну, спит ангел, ну, только откроет глаза и все. Все, вот это все вокруг, это вот усы от креветок. Я ему, конечно, даю одни головы, он их просто, блин, момент. Я очень люблю креветки, но покупаю самые дешевые, 219 рублей стоят в добротене. Написано килограмм, а когда их разморозишь, там получается 300 грамм. Ну, мне хватает, больше и не надо. Пару раз в месяц. Люблю я креветки, да. Вот, вот он ангел. И сиди, бабушка, теперь и не шевелись, и пускай усы от креветок валяются по всему полу. ангел. господи. Энжел. Главный лап положил, чтобы не сбежала никуда. ой, дверь стукнула как. Вот, на вчерашнее видео у меня очень много комментариев, что быть такого не может, что Крым это красота, тепло. еще и начинается такое ощущение, что снег с дождем. Маська, ты куда выскочил? Пойдем домой, бегом. Пойдем, маленькая. Мася, давай. Маська, бегом. Домой, домой. А, дверь открылась. Мася, беги. Мася, домой. Ой, не слуха, господи. Дверь открылась. Ой. Маська, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Хе-хе, прибежал. Беги. Мась. Мася. Мася. Ну ладно, сиди на улице. Хочу вам сказать, проживши почти 30 лет в Мурманске, я никогда ни под брюки, ни под джинсы, не одевала ни колготки, ни какое-то там термобелье. Никогда. здесь при нулевой температуре продувает насквозь так, что я сегодня приехала и решила найти, где-то у меня были какие-то... Татьяна Валерьевна мне подарила, знаете, такие вот шерстяные, не знаю, как они называются, но как ритузы. И буду одевать, потому что иначе... когда у меня Костя первый год приехал в феврале, и он просто обалдел, он говорит, это ужас, как холодно. Это ужас. наш в Заполярном. При снеге, при морозе теплее, чем тут. И это правда.